На прошлом занятии мы увидели при помощи полинома вжигалки, но очень легко, что операции симметрической разности и пересечения у нас образуют базис. То есть мы можем при помощи них построить любой терм вида t. t принадлежит x1, t принадлежит xn, где f — это булевская функция. И мы увидели, что это должна быть булевская функция, сохраняющая 0, чтобы это был корректный терм, задающий нам множество. Ну и, как вы уже убедились, есть старые добрые круги Эйлера, знакомые всем со школы, при помощи которых можно решать задачи на подобного рода термы, на выяснение свойств подобного рода термов. Значит, термов таких всего у нас 2 в степени 2n минус 1 — это количество булевских функций, сохраняющих 0, если мы помним. Соответственно, если у нас имеется n множество таких, x1, xn, то возможных пересечений на диаграмме Эйлера у нас тоже получается 2 в степени n минус 1. Если у нас имеется 3 множества, то здесь, пожалуйста, 7 областей, 7 пересекающихся областей. Вот, вопрос возникает, а если их 4, 5, 6 или больше, можем ли мы как-то графически это дело красиво изобразить? Ну, вопрос, естественно, больше не математический такой, а эстетический. Мне очень нравится решение, которое в середине прошлого века предложил английский статистик Энтони Эдвардс, так называемые диаграммы Эдвардса-Венна. Значит, я сейчас буду рисовать, вы поймете общий принцип. Вот у нас случай двух множеств, одно, другое их пересечение. Вот у нас случай трех множеств, вот у нас случай четырех множеств, и вот у нас случай пяти множеств. Значит, случай шести множеств. Он вот здесь, можете полюбоваться. Для вас специально случай двенадцати множеств. Вот, значит, как видите, это задача графического отображения всех возможных вариантов пересечения. Она достаточно изящно решается, правда, конечно, не найдется такого человека, который, значит, сколько там, четыре тысячи девяносто пять областей бы как-то закрашивал и изучал до двенадцати множеств их свойства. Хотя для случаев четырех множеств вполне себе нормальный вариант. И какие-то задачи можно решать. Я думаю, что это даже пригодится вам где-то в вашей практике. Задача доказать, что А1 пересечения, пересечения АН, симметрическая разность В1 пересечения, пересечения ВН является подмножеством такой штуки. А1 дельта В1 сумма АН дельта ВН. Ну, у нас тут Н множеств, значит, нам на помощь приходит индукция. Вот. Но для того, чтобы базу индукции как раз-таки определить, мы запишиваем вот это вот. А1 пересечения А2 дельта В1 пересечения В2. Мы должны доказать, что это есть по множеству А1 дельта В1 суммы А2 дельта В2. Мы это как раз можем сделать при помощи диаграмм Эдвардса. Давайте их изобразим. Ну, можно. Как это получится у нас? Значит, база индукции-то вы можете взять. Н равно 1. Но потом эта же штука используется не только в базе, но и в шаге индукции следом. Потому что, смотрите, а как потом шаг получить? Да, плюс 1. Ну, ладно, давайте это самое докончим. Сейчас увидим. Хотя, может быть, есть более простое. Оно наверняка есть. Решение. Если мы посмотрим вот это вот А1, А2, В1 и круглый у нас В2. То есть, здесь у нас А1, А2. Здесь В1 и круглый у нас В2. То левая часть у нас превращается вот в такую штуку. Я ее заштриховываю. Это вот область. Значит, А1, пересеченная с А2, это вот этот вот квадратик. В1, пересеченная с В2, это у нас вот эта вот часть в виде гантели такой вот усеченной. Значит, и их симметрическая разность, она вот здесь вот у нас в заштрихованной области. Вот. Здесь что у нас? А1, дельта, В1. Это вот такая у нас область. И в области В1, это вот такая вот у нас область. Значит, А2, дельта, В2. Это у нас все, что не входит в В2. И вот такая область здесь. Вот. То есть мы видим, что вот эта часть, вот эта вот, она действительно в левой части является под множеством правой части. Есть вариант той же задачи, где здесь стоят не пересечения, а суммы. А почему в первой карточке у нас не входит вот часть из вот этой квадратерики пересечения с кружочкой, которая не пересекается, не подлежит куда, например, не туда, вот пунктов. Так, значит, смотрим. А1, А2, это у нас просто вот этот квадратик. Да. Значит, теперь... В1, В2, в область, вот это вот, не знаю, но... В1, нет. Вот это вот, да? Так. Вот. Значит, И правильно, правильно, правильно. Значит, здесь совершенно верно. Должна это входить часть, правильно? Да. Вот. Да, 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 да. Но даже вот эта часть, видите, она здесь все равно есть как... Ну, как бы входит вот в то множество. То есть, да, здесь ошибка, но она не повлияла. Понятно, я... Вот, да, нет, правильно, правильно, совершенно правильно. Есть вариант другой, здесь не пересечения, а суммы. Это тоже можно построить, вот это вот. И теперь... Теперь шаг. Значит, пусть у нас имеется А1 пересечения, пересечения АН, и пересечения АН плюс 1, и здесь дельта В1 пересечения, пересечения ВН, и здесь ВН плюс 1. Это, смотрите, чтобы воспользоваться шагом, я вот так вот сгруппировал, и пользуюсь вот этим вот. Видите, почему я здесь взял 2? Вот, это у нас есть подножество А1 пересечения, пересечения АН дельта В1 пересечения, пересечения ВН, сумма АН плюс 1 дельта ВН плюс 1. Вот. Это понятно, как мы получили, да? Взяли вот эту формулу, и пока еще мы даже не воспользовались предположением индукции, мы воспользовались вот этим вот, тем, что доказано на первом этапе. Вот. А здесь, вот здесь, вот в этой части, мы можем воспользоваться предположением индукции. Вот про это мы уже можем предположить, что оно является подмножеством вот такого вот. То есть мы можем сказать, что это А1 дельта В1, значит, сумма А2 дельта В2, сумма, и так далее, сумма АН плюс 1 дельта ВН плюс 1. Но здесь мы воспользовались каким свойством, значит, множеством. Если у нас имеется одно множество, и у него сумма с другим множеством, и у нас есть некое подмножество первого множества, да, то сумма будет являться подмножеством исходной суммы. То есть у нас вот это вот плюс это, есть подмножество вот этого плюс это. Почему? Потому что вот это является подмножеством вот этого части. Понятно? Да? Всем ясно? То есть сначала мы доказали вот это вот графически. Здесь сомнений нет у нас. Потом мы говорим, окей, предположим, что эта формула верна для случая n, да, докажем вот для случая n плюс 1. Расписали ее явно для случая n плюс 1. Здесь просто поставили скобки, потому что пересечение у нас ассоциативно. Дальше мы поставили здесь является подмножеством и воспользовались тем, что мы доказали на первом шаге. Просто вместо вот этих вот слагаемых а1 и b1 мы вот эти вот подставили, да, получили. Теперь то, что получилось здесь слева от знака суммы, это как раз то, к чему мы можем предъявить предположение индукции. То есть то, что слева от знака суммы является подмножеством вот этого вот множества а1 дельта b1, а2 дельта b2 и так далее. Раз оно является подмножеством, то есть меньше, да, то сумма тоже будет являться подмножеством. Сумма с произвольным другим множеством тоже будет являться подмножеством. Поэтому мы смело ставим вот этот вот значок есть подмножество, переписываем и получаем то, что требовалось доказать. Мы доказали шаг индукции. Но тут можно в скобочках заметить, так как а, b, следовательно, а сумма с, есть подмножество b сумма с. Вот. Задача решена. Есть ее вариация, как я говорю, здесь для другого, немножко другой формулы, но она решается абсолютно, абсолютно похожим образом. То есть, как видите, даже знакомые нам уже операции, такие примитивные, они таят в себе возможности для некоторых нетривиальных задачек. Но мы двигаемся дальше. И я напомню, что начали мы наш разговор в самом начале с того, что не всякая формула является коллективизирующей. То есть, вот мы задались аксиоматикой, и теперь про каждый знакомый нам терм мы должны понять, он вообще выстраивается в системе цермела Фрэнкель или не выстраивается. Вот на этом занятии мы закончим с этой задачей, покончим, и все наши знакомые термы построим в аксиоматике. Значит, следующее, о чем я хотел рассказать, это упорядоченная пара. Тоже знакомая вам концепция. Ее можно определять разными способами. Например, так. x, x, y. Это так называемая упорядоченная пара по Куратовскому. Почему это упорядоченная пара? Да потому, что она обладает свойством... Да, и мы ее записываем вот так вот. Вот, x, y в круглых скобках, отныне и навсегда. Значит, мы говорим, что если у нас есть множество x и есть множество y, мы можем собрать из него упорядоченную пару, которую мы записываем вот так вот. Но по определению мы говорим, что вот, например, мы можем ее определить так. Почему, например, я скажу чуть позже. А теперь почему упорядоченная пара? Ну, естественно, потому что если у нас x, x, y равняется u, u, v, то это тогда и только тогда имеет место, когда x равняется u и y равняется v. И никак иначе. То есть никак не наоборот. То есть в этой упорядоченной паре каждый компонент имеет свое место. Да, и давайте тоже запомним раз навсегда вот эту терминологию. В множестве у нас элемент, в паре у нас компонент. Важно не путаться, да? Элемент в множестве, компонент в кортеже. То есть когда мы говорим компонент, мы говорим компонент, мы понимаем, что у компонента есть его порядок. Но теперь посмотрим, чем же этот порядок так обеспечен. Ну, на прошлом занятии мы с вами доказали свойство неупорядоченной пары. Свойство неупорядоченной пары так звучит. u, v равняется x, y тогда и только тогда, когда u равняется x и v равняется y, или u равняется y и v равняется x. Помните, я доказывал это и говорил, что оно нам понадобится. Давайте воспользуемся вот этим свойством неупорядоченной пары, чтобы посмотреть, что здесь происходит у нас. Значит, соответственно, у нас возможны два варианта. Либо x равняется u, ой, не нужны здесь скобочки, и x, y равняется u, v. Этот вариант распадается на два, значит, да? Либо у нас x равняется u и y равняется v, либо, значит, y равняется u и x равняется v. Но так как слева у нас от конъюнкции имеется еще x равняется u, мы можем написать равняется u, равняется y. То есть все они друг другу равны, получаются. Это первый случай. Второй случай. Второй случай какой у нас? Значит, x равняется u, равняется v, равняется x, равняется y, равняется u. То есть все они равны. То есть мы воспользовались сейчас разбором случаев. То есть... А что такое правило разбора случаев? Я напомню, что если и случай А следует С, и случай Б следует С, то из дизъюнкции А или Б следует С. То есть мы показали сейчас, что из первого случая, вот он он, один, у нас что следует? У нас следует, что x равняется u и y равняется v. В любом случае, либо они не равны, это следует, либо они все равны, это также следует. Из второго случая, вот эта вот часть дизъюнкции, мы тоже показали, что x равняется u, равняется v, равняется y. Из этого как раз следует, что x равняется u и y равняется v. Значит, мы показали, что действительно вот из этой части, вернее, так, 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 из равенства вот этих вот пар по Куратовскому следует, всегда следует основное свойство порядочной пары. То есть мы сейчас доказали импликацию в эту сторону. Но импликация вот в эту сторону, она элементарна, она следует из свойств равенства. Ну просто, если x равняется u, а y равняется v, то ясно, что x, x, y равняется u, u, v. Вот. То есть обратная импликация, а очевидные свойства равенства следуют. А прямая импликация следует доказывать разбором случая из свойства неупорядоченной пары. Так, кто не понял, не стыдитесь. Мы сейчас доказывали вот эту вот, вот эту звездочку. Сейчас, что написано ниже, это доказательство вправо. Да, да. Для этого мы использовали вот это вот, что было доказано на прошлом занятии. Две звездочки был доказан на прошлом занятии. Вот. Это свойство неупорядоченной пары. Да, это свойство неупорядоченной пары. Мы его доказывали на прошлом занятии. Вот. Дальше мы взяли вот этот вот способ вывода и говорим, что если нам удалось бы доказать импликацию из А, С, и еще если бы нам удалось доказать импликацию из Б, С, то тогда мы докажем тем самым импликацию из А или Б, С. Нет от разбора случаев. Доказываем, окей. Берем вот эту часть, вот, переформулировав ее относительно наших пар по Куратовскому. Увидели, здесь она тоже распадается на два подслучая. Она тоже здесь распадается на два подслучая через свойства неупорядоченной пары. И мы посмотрели, что какой бы из этих случаев подслучая в первом случае мы не взяли, в любом случае мы получаем то, что нам надо. Потом мы взяли второй подслучай. Нет, просто второй случай, да. Тут даже и подслучаев никаких нет. Тут сразу видно, что получается то, что нам надо. Таким образом мы доказали основное свойство порядочной пары. Да, слева направо. Ну а справа налево это и, что называется, и ежику понятно, потому что если х равно у, а у равняется в, и мы подставляем их вот в эту формулу, да, то мы получим одинаковые термы при этом. Но это не единственный способ определения упорядоченной пары. Причем далеко не единственного. Мы можем взять, определить ее еще изящнее. Вот так вот. То есть х, то есть х не, значит, в синглитон не оборачиваю. Тогда что у нас здесь получается? Равняется у, уф. Давайте посмотрим, что из этого выходит. Первый случай. Х равняется у, и подслучаи. Х равняется у, и у равняется в годно. И второй случай. Какой у нас второй случай? Там у равняется у, и х равняется в, но х уже равняется у. И это получается, что х равняется у, равняется в. Ну, можно компликацию провести. То есть здесь все то же самое, что и в первой веточке нашего доказательства. Да? Теперь посмотрим на второй случай. Второй случай вот какой. х равняется паре у, в, и значит, что у нас у, у, да, равняется паре х, и у. Соответственно, у у нас принадлежит х, и х принадлежит у. Почему у принадлежит х? Потому что у, ну, как бы вот здесь получается такая пара, а здесь получается такая пара. То есть мы из этого получили вот какую импликацию. Но эта штука запрещена, запрещена аксиомой фундирования. Помните, опять же, на прошлом занятии мы рассматривали аксиомы фундирования, да? И говорили, что она как раз запрещает такие случаи. Потому что иначе мы бы могли поставить вот такое вот множество у и в, не пустое, и в котором не существовало бы такого элемента, что оно само, это множество, и этот элемент не имеют общих элементов. Аксиома фундирования запрещает у нас зацикливание. Такие. То есть, к чему я это все веду? Пару по-куратовскому мы могли бы объявить и вот таким вот образом, и она тоже рабочая у нас получается, но в этом случае доказательство основного свойства упорядоченной пары опирается на аксиома фундирования. А вот здесь вот нам аксиома фундирования не понадобилось, чтобы это доказать. Видите здесь разницу? Вот здесь вот второй случай понятен, да? Можно спросить, а почему за аксиома фундирования следует, что у нас такое не может быть? Потому что получается, оно не может существовать двух элементов, но множество, которое вот такое зависимое. Смотрите, аксиома фундирования нам говорит, что в каждом непустом множестве существует элемент, такой, что этот элемент и само множество не содержат общих элементов. Значит, здесь существенно каждое слово, вот в каждом множестве. Теперь смотрите, мы рассмотрели второй случай, и нам надо доказать, что он не имеет места, ну вообще не может иметь места. Если бы он имел место, у нас было бы такое, у принадлежит х, и х принадлежит у. Понятно, да? Теперь, так как у и х множество, то мы уже знаем, мы можем образовать пару. Здесь рассуждение про аксиома фундирования всегда такое. Образуем пару, тройку, энку, там, или счетные... То есть, если они существуют, то всегда можно образовать. Да, если они такие существуют, можно образовать. Раз мы образовали эту пару, эта пара, она явно запрещена, в существовании такой пары, запрещено аксиома фундирования. Вот как бы, вот и все. Так. Ну и без доказательства, но тоже элементарно. Например, но здесь тоже не нужно аксиома фундирования. Это упорядоченная пара по Виннеру. Синглитон х, и здесь двойной синглитон по у. Я к чему все это говорю и показываю, рассказываю, к тому, что вот в этом выражении, в общем-то, нет никакого такого глубокого сакрального смысла, что вот упорядоченная пара задается как-то так, а не иначе. Упорядоченную пару можно задать. И в принципе, коль скоро мы ее задали в аксиоматике Цермела Френкеля, коль скоро она существует, нам уже достаточно быстро становится неинтересно, как она там внутри устроена. Потому что при помощи упорядоченной пары мы сейчас с вами построим Декартово произведение. Из Декартово произведения, при помощи Декартово произведения, мы построим функции отображения. Когда у нас появится отображение, мы там уже развернем свою деятельность во все. Уже начнется что-то реально интересное, какая-то математика. Но, значит, занимаясь этими отображениями, нам будет уже давно неинтересно, из чего там упорядоченная пара состоит. Просто знаем, что вот есть она и есть. Но, все-таки я бы отдал свой голос за такое определение упорядоченной пары, потому что оно не зависит от аксиома фундирования, и еще потому, что удобно определить малые проекции. Проекция 1 и проекция малая 2, x, y, значит, определяется как x, а вторая малая проекция пары x, y определяется как y. Каким образом мы это можем сделать? Заметим, что сумма x, y это x, y. То есть операция суммы превращает у нас упорядоченную пару по Куратовскому вот таким вот образом заданную в неупорядоченную пару. Видите, как удобно. Я напомню, что операция суммы от синглитона извлекает элемент самого синглитона. Вообще, очень полезная эта операция суммы. Она нас не раз еще выручит. Вот. Ну, а коль скоро мы из упорядоченной пары получаем неупорядоченную, то тут мы уже можем воспользоваться ограниченным выделением и написать проекция 1, малая a, есть сумма. u принадлежит сумме a, такой, что существует v, u, вы равняется a. И проекция 2, малая a, это есть сумма. Только тут уже v принадлежит сумме a, такой, что существует u, u, v равняется a. Почему у нас сумма от синглитона из двух элементов, это второй элемент? Стоп, стоп, стоп. Это же не синглитон. Вот здесь вот? Почему вот это равно этому? Да. Тут не один элемент. Тут не один элемент, естественно. А это и не значит, что это второй элемент. Смотрите. Значит, что такое сумма? Сумма — это множество элементов, элементов множества. Сумма x — это совокупность элементов, элементов x. Помните, я говорил, если у нас x с собой представляет некий набор множеств, то сумма — это набор всех таких. Вот. Теперь это множество, оно состоит из двух элементов, да. А что является элементами элементов? Вся сумма. x и y. Видите, как бы получилось второе, но на самом деле... На самом деле оно получилось вот так вот. Вопрос какой-то? Вот. С малыми проекциями понятно, как мы их получили теперь? Да? Очень легко. Да. И почему здесь стоят суммы, тоже понятно, я надеюсь. Или нет? Понятно. Потому что если бы суммы не было, то тогда что бы мы имели? Мы бы имели одноэлементные множества. То есть мы бы имели бы здесь одноэлементное u, а нам нужно само u. Видите? Вот. Поэтому мы ставим сумму перед ними. Потому что сумма синглитона x равна... равняется x. Вот. Чего? Еще раз. Почему сумма извлекает этот синглитон из x? Потому что сумма это множество элементов, входящих в элементы множества. Соответственно, сумма синглитона x дает нам все элементы x. А все элементы x дают нам сам x. Следующая концепция, которая сразу же вырастает из концепции упорядоченной пары, это декартовое произведение. Запишем его уже, опять же, чтобы понять, как оно строится из аксиом и забыть, в общем-то, об этом построении. z принадлежит двойному булиану суммы x, y, такой, что существует u, существует v, u принадлежит x, и v принадлежит y, и z равняется u, v. Вуаля. Значит, давайте разберем эту формулу. Во-первых, это ограниченное выделение. Да, ограниченное выделение. Как только у нас здесь появилось, принадлежит чему-то, сразу же мы спокойны. Значит, цермелая Френкель не возражает против того, чтобы мы считали это множеством. Колькоры здесь у нас множество. А здесь у нас определенно множество. А что это за множество? Двойной булиан суммы x и y. То есть, это такой бульон, в котором у нас мы сначала соединили все элементы x и все элементы y. Просто элемент булиана был бы под множеством, а элемент двойного булиана, это есть множество под множеством. И туда входит, в том числе, все вот такие вот t, все такие uv, туда входит, да, что элементик t может лежать из x, он может лежать в y, и uv тоже может из разных лежать множеством. То есть, здесь мы, по сути дела, такое сделали над множество, оно огромное, оно в себя включает много лишнего, а теперь мы это лишнее начинаем отсекать. Значит, и мы говорим, что мы вот из этого всего отсекаем только такие элементы, что существует элемент из x, существует элемент из y, что элемент z из себя представляет упорядоченную пару uv. Или, если угодно, z равняется uv. По-куратовскому. Понимаете, да? Вот. То есть, таким образом мы не постулируем, что вот есть декартовое произведение, каким-то волшебным образом мы его можем собрать из двух множеств. А мы доказываем, что если есть аксиомы церемио-фрэнклином, достаточно их для того, чтобы построить декартовое произведение. Вот. Ну и понятно, что декартовое произведение есть, как вы все знаете давно и хорошо, есть множество всех упорядоченных пар. Первая компонента лежит в первом множестве, вторая компонента пары лежит во втором множестве. Декартовое произведение, оно и похоже, и не похоже на обычное произведение двух чисел. Чем оно не похоже, прежде всего? Во-первых, потому что x на y в общем случае не равен y на x. То есть, оно не коммутативно. Если x и y разные, то оно не коммутативно. Далее, оно вообще ни разу не ассоциативно. x на y на z не равняется x на y на z. Кстати говоря, да, почему не ассоциативно? Та же здесь пары, вторым компонентом которых является элемент z, а здесь пары, вторым компонентом которых является пара. Вот. Очень часто на практике нужно понимать, вот так записывают, x на y на z. Ну или там больше каких-то. Здесь просто нужно договориться, что мы предполагаем здесь, например, что мы берем и ставим скобки слева. То есть, берем x на y, потом на z. То есть, что это равняется x на y на z. Вот. То есть, Декартовое произведение все равно мы определяем как бинарную операцию. Вот. Дальше. А чем Декартовое произведение похоже на обычное произведение? Во-первых, тем, что x на пустое множество равняется пустому множеству на x, равняется пустому множеству. Пустое множество у нас играет роль нуля. И в Декартовом произведении, значит, что бы мы не помножили справа или слева на пустое множество Декартового, мы получим пустое множество. Прошу этот факт запомнить. Иногда он... Почему это так? Я немножко не понял. Почему это так? Потому что Декартовое произведение из себя представляет множество всех пар. Первый компонент принадлежит x, а второй компонент y. Если y пустое, о каких парах мы можем вести речь? Значит, это не может быть сразу очевидно. Вот. Но, тем не менее. И еще. x на y. Если x и y у нас конечные множества, то число элементов в Декартовом произведении равно их произведению n на m. То есть мощность Декартового произведения равно произведению мощности множества. Но мы на этом поподробнее вообще еще остановимся чуть попозже. Имеются у него и свойства дистрибутивности, очень похожие на свойства дистрибутивности произведения. Значит, ну, например, x сумма y на z равняется x на z сумма y на z. Значит, каким образом доказываются вот такие вот выкладки? Мы сейчас остаток лекций. Да, я еще скажу про большие проекции. Но остаток лекций я посвящу разбору выкладок с комбинацией Декартовых произведений и вот операций типа объединений, пересечений, симметричной разности. Как это решать, такое равенство? Нам необходимо рассматривать элемент. Удобно всегда бывает рассмотреть элемент Декартового произведения. Причем сразу же его рассмотреть в виде упорядоченной пары. Что такое uv принадлежит сумме x на y, Декартово, помноженное на z? Значит, это возможно тогда и только тогда, когда u принадлежит x, или u принадлежит y, да, и v принадлежит z. Это возможно тогда и только тогда, а здесь мы уже пользуемся дистрибутивностью конъюнкции относительно дизъюнкции. Значит, тогда, когда u принадлежит x, и v принадлежит z, или u принадлежит y, и v принадлежит z. А это, естественно, возможно тогда и только тогда, когда пара uv принадлежит x на z, сумма y на z. Вот такая вот цепочка эквивалентности легкая, но они не всегда бывают легкими, сразу предупреждаю, нам позволяет показать. То есть нам надо сказать, что элемент этого тогда и только тогда, когда он является элементом этого. И через вот такую вот цепочку эквивалентности, здесь на каком-то этапе мы воспользовались выкладками с булевскими функциями, мы получаем вот такой вот результат. Ну, сразу же запомнили, что декартовое произведение обладает дистрибутивностью. Но по аналогии с тем, как имеется у нас малая проекция для того, чтобы вычленять элементы, вернее компоненты упорядоченной пары, точно так же у нас имеется большая проекция, и мы этим будем пользоваться очень активно для того, чтобы вычленять... Вычленять что? Сейчас я поясню. Предположим, у нас имеется некое Е, являющееся подножеством декартового произведения А на Б. Условно говоря, мы можем это Е изобразить вот так вот. Если здесь у нас абсциссы — это А, а ординаты — это Б, то Е, как некое подножество декартового произведения, можно сказать, это геометрическое место точек нашей плоскости. Абсциссы, которые задаются множеством А, а ординаты задаются множеством Б. Тогда первая большая проекция — это вот эту вот. Проекция большая 1Е. А вторая большая проекция Е — это вот что. Проекция 2Е. Значит, это в данном случае множество абсцисс, которые хотя бы один раз входят у нас в отношение с ординатой, а здесь множество ординат, которые хотя бы один раз входят в отношение с абсциссой. И мы задаем проекция 1Е равняется множеству Х, принадлежащей двойной сумме Е, таких, что существует Y, XY принадлежит Е. Так, нет, здесь фигурная скобка. И по аналогии вторая большая проекция Е. Значит, это множество Y. Двойная сумма от Е. Существует Х, XY принадлежит Е. Ну и ясно, что, например, первая большая проекция Х на У равняется Ху, а вторая большая проекция Х на У равняется У. Ясно, что, значит, вообще говоря, первая большая проекция Е, она всегда является подмножеством А, а вторая большая проекция всегда является подмножеством В. Если Е, это подмножество Декартового произведения А на В. Большими проекциями мы будем активно пользоваться тоже в дальнейшем с вами. Ну и несколько задачек, чтобы было понятно, каким образом делаются выкладки с Декартовым произведением. Они нас подведут к тому, чтобы через занятия начать изучать отображение функции. Значит, задачи. Первое. Надо доказать, что Х есть подмножество У и У есть подмножество В тогда и только тогда, когда Х на У есть подмножество У на В. Эти все штуки легко могут быть изображены на плоскости, заметим это. Вот у нас У, вот у нас есть некое подмножество Х в этом У. Вот у нас имеется В, вот у нас имеется некое подмножество У в этом В. Что такое у нас Декартовое произведение? Ой, извините, здесь у нас У, конечно же. Что такое у нас Декартовое произведение Х на У? Вот этот вот маленький квадратик. Что такое у нас У на В? Это большой весь квадрат. То есть понятно, что Х на У есть подмножество У на В. Но как это увидеть формально? Чтобы это увидеть формально, давайте слева направо. Значит, необходимо честно просто прописать, что такое у нас... Значит, что такое у нас А, В Декартово принадлежит... Ой, принадлежит Декартово произведению Х на У. Это у нас означает, что А принадлежит Х и В принадлежит У. Это у нас означает, что... Мы слева направо доказываем, да? А принадлежит У и В принадлежит В. Из этого следует, что А, В принадлежат У на В. Видите, все просто. Но, тем не менее, честное доказательство, оно именно такое, да? Предположим, что некая пара принадлежит Декартово произведению Х на У. И мы доказываем, что из условия следует, что эта же пара будет принадлежать Декартово У на В. В обратную сторону. Значит, что такое у нас... А, В принадлежит Х на У. Следовательно, значит, А, В принадлежит У на В. Смотрите, то мы доказывали эту импликацию вот отсюда. А теперь мы говорим, вот пусть дана нам эта импликация. Что из этого следует? Ну, из этого следует вот что. Из этого следует, что А принадлежит Х и В принадлежит У следует А принадлежит У и В. В принадлежит В. А из этого уже следует... Мы можем в импликации так перестроить компоненты, что А принадлежит Х и... А принадлежит Х, следовательно, А принадлежит У и В принадлежит У, следовательно, В принадлежит В. Что и требовалось доказать. Значит, почему мы здесь можем перестроить компоненты? У нас имеется А и В следует С. Значит, получается А следует С, В следует С. Вот таким правилом мы можем воспользоваться с вами, потому как, значит, если А у нас истинно, а С ложно, то в случае, если бы у нас было бы В истинно, у нас нарушалась бы импликация. Вот. Соответственно, мы в обратную сторону тоже видим, что из того, что это является подмножеством вот этого, следуют вот эти два утверждения. Еще одна задачка такого сорта. Да, видите, здесь важно как бы выбрать какой-то элемент, говорим. Да, вот пусть некая пара принадлежит некому Декартову произведению. И от этого начать крутить. Сейчас еще парочку задач у нас как раз есть на это время. Впритык, правда, как всегда. Так, значит, x пересечения y помножить u пересечения v равняется x на y пересечения u на v. Здесь тоже может быть интересная картинка такая, смотрите. Значит, вот у нас здесь имеется множество x, вот у нас имеется множество y, вот у нас... Сейчас, посередине, наверное, лучше нарисовать, да? А, нет, все правильно. Вот у нас имеется множество u, и вот у нас имеется множество v. Значит, что такое x и x пересечения с y в Декартову помноженное на пересечения u с v? Это вот этот вот квадрат, опять же. Вот. А что такое вот это пересечение с этим? Это значит, что вот эта часть... Значит, это у нас... Ой, я все перепутал. x на u. Да. y на v. x на u, а y на v. Вот. Вот. Видите, как полезно написать, нарисовать картинку? Сразу становится понятно. Значит, да. y на v... Нет, и тогда здесь у нас v, а вот здесь вот u. вот теперь, теперь нормально стало, да? Теперь стало нормально. Значит, здесь вот этот верхний квадратик, а здесь вот здесь левый нижний угол, как бы получается. Но, чтобы это доказать формально, нам нужно просто прописать такую вещь. что такое a, b принадлежит x пересечения с y декартова помножить на u пересечения с v. Это у нас эквивалентно a принадлежит x, и b принадлежит y, и... Сейчас, нет, нет, нет. И a принадлежит y, и b принадлежит u, и b принадлежит v. А дальше мы можем перегруппировать вот это вот с этим. Я сейчас уже тороплюсь, поэтому не буду дописывать. Дальше мы можем сказать, что a принадлежит x, и b принадлежит u, и a принадлежит y, и b принадлежит v. И получить, что эта пара принадлежит вот этому множеству. Понятно, да? То есть здесь мы просто можем перегруппировать члены конъюнкции вот этот с этим, а вот этот вот с этим. И получить, что эта пара принадлежит вот этому множеству. И еще один более тонкий пример, который я хотел бы... Извините, я опоздал сегодня. Значит, который тем не менее хотел бы разобрать, потому что он более тонкий. Дистрибутивность относительно разности. a вычесть b декартову помножить на c равняется a помножить на c вычесть b помножить на c. То есть декартову произведение дистрибутивно относительно вычитания множеств. Опять же здесь на картинке все видно четко. Если здесь у нас множество a, если здесь у нас множество b, то... А здесь у нас множество c, да? То вот оно у нас. a вычесть b помножить на c. Это все равно, что a помножить на c вычесть b помножить на c. В любом случае мы получаем вот эту вот область. Но как это формально доказать? Значит, здесь нужно чуть-чуть аккуратнее быть. Что такое u, v принадлежит a на c вычесть b на c? Это эквивалентно. Ну давайте уж помогайте. u принадлежит a и дальше чего у нас? v принадлежит c, да? v принадлежит c. И дальше что? Вот здесь вот какая штучка должна у нас быть? Что такое u, v принадлежит a c минус b на c? А вот сейчас мы можем как бы попасть... Ну, напутать. Но чтобы не напутать, мы давайте рассмотрим это как просто элементик множества. Да? И просто разница. И не значит u принадлежит b и v принадлежит c. Видите? То есть здесь я записал то, что u, v принадлежит b на c. И написал отрицание, чтобы получилась разность. Вот. А теперь уже, когда мы встали на твердую почву выкладок с буллевскими функциями, тут уже мы можем развернуться. Мы можем писать u принадлежит a и v принадлежит c. И вспоминаем деморгана. Значит, u не принадлежит b или v не принадлежит c. Значит, вспомнили деморгана. Теперь вспомним про дистрибутивность конъюнкции относительно дизъюнкции. И получаем u принадлежит a и v принадлежит c и u не принадлежит b. Это одна часть. И другая часть. u принадлежит a и v принадлежит c и v не принадлежит c. Это другая часть. Так, понятно, как получено вот это вот, да, из определения разности. Понятно, как получено вот это вот. Деморган, закон деморгана, да, пронесли отрицание сюда и заменили на или. И понятно, как получилось вот это вот. Мы воспользовались дистрибутивностью. Просто вот это помножили на это плюс вот это помножить на это. Но здесь у нас получается всегда чистый false. Вот. И поэтому получается, что это эквивалентно u принадлежит a и v принадлежит c и u не принадлежит b. c четко то, что нам надо. Это эквивалентно тому, что u v принадлежит a вычесть b помножить на c. Так как любое из этих утверждений мы можем развернуть назад, мы нигде не использовали импликацию, а везде использовали только эквивалентность, то мы доказали то, что нам нужно. Вот. Вот как честно решаются такие задачки. Парочку таких задачек я вам дам на следующий контрольный. Вот. Поэтому разберетесь с ними. Вот. А сегодня спасибо за внимание. На следующем занятии мы будем изучать натуральные числа и бесконечность. Парку сводить. Продолжение следует...